Теперь, дамы и господа, пожалуйста, пристегните ваши ремни безопасности. Следующие 15 минут мы посвятим попыткам воссоздания науки. И многие запланированы, и я должен предупредить вас. Как вы, наверное, читали, в розданной вам программе присутствует представление докладчиков. У них простая работа. Вам, на самом деле, участникам придется делать основную работу. Поэтому сегодня я могу объявить о предстоящих 143 докладчиках. Почему не попытаться добраться до главного и более взаимодействовать друг с другом? Почему не сосредоточиться на этой ITC-конференции по этому вопросу? Я предлагаю нам делать это. Валанская писала о единении, что нет ничего на земле, что может рассрушить наше братство. Нам всем нужно помнить это заявление. Я бы сказал, оно сделало очень и очень мощное заявление. От многих членов Теософического общества Адьяра в Бразилии. Приношу приветствие от итальянской делегации, от имени Совета Европейской Федерации. Я приношу приветствие от Теософического общества Финляндии. Я приношу приветствие от венгерских членов Ангеле Старабуро, генеральный секретарь Испании. Теософическая группа изучения из Гондураса. Я приношу приветствие из Словении. Мои приветствия из Санта-Барбары. Итак, приветствие из Нью-Йорка и его команды. Приветствие от шведской секции и шведских членов. Я приношу приветствие от Ложи Блавацкой в Окленде, Новой Зеландии, от всех членов немецкой секции Теософического общества Дома Блавацкий. Я приношу женские приветствие из Ангелии, от Адьярского Теософического общества в Англии. Это время ты мыслишь не только в рамках собственного взгляда, но в рамках всего Теософического движения. Мы не мыслим категориями только следующего года, ни следующего века. Конечно, семена, о которых мы говорим, являются семенами Теософического движения, реальными семенами, высаживаемые в почву сознания человечества. Как мы можем это сделать? Я собираюсь предложить вам вашу работу в группах, попытаться строить на этом. Хотя это и трудно, но всегда стараться говорить от своего сердца, слушать сердцем друг друга. Реально, это занимает много внимания, много концентрации, много заботы и сострадания. Одно из предложений, как правило, лучше всего запоминающееся, то, в котором Махачахан, как говорят, заявил, что борьба за жизнь является причиной всего, что происходит плохого в человечестве. Это причина всех преступлений. И объяснить это нашим человеческим собратьям очень трудно. Махачахан подчеркнул, что это юга для борьбы за выживание и так далее. И он говорил о карме и реинкарнации. Мы должны учить Теософии. Мы действительно должны пойти с ней к общественности. Мы не должны изучать её только для себя, но реально нести её людям. В нашей трансцендентной божественной жизни таким образом знать, кто мы есть. Я чувствую, что это в первую очередь самый важный шаг, и он идёт вместе с восьмеричным путём также. Правильное видение позволит нам узнать, кто мы есть. В первую очередь это. Я чувствую всё остальное, и сразу же он встанет на свои места. Это своего рода парадокс. Мы нуждаемся в достижении выхода, но в то же время мы находимся в поиске. Мы достаточно мудрые, и у нас есть достаточно понимания, чтобы этого достичь. И в таком случае, конечно, следующий шаг — это правильные связи, но это уже другой вопрос. Ветт, братья, интересная цитата из святого Франциска Ассистского. Он сказал, «Проповедуйте Евангелие во все времена. Если необходимо, используйте слова». Итак, для меня красота — это свобода. Красота — это тысяча вещей в этом письме, которые важны, если не боли. И если кто-нибудь что-нибудь делает, просто, комплексно, мистически, что не имеет значения, это работает для теософии в мире. Достижение — это самая благородная способность человеческого сознания. Это восприятие единства в единении. На самом деле, это этническое сознание. И более универсальна наша концепция религии продвигает вас к истинному значению. Успех нашей миссии зависит от падения вниз и полного искоренения духа нетерпимости. Это довольно мощно. Она настоятельно призывает к борьбе, но она показывает, что эта борьба — суть борьбы доброты, нашей толерантности, экспозиции, образования в отношении альтернативного взгляда. И успех нашей миссии действительно зависит от глубины этого падения. Итак, это наш профессиональный папарацци в своих заботах. Посмотрите на него действительно хорошие фотографии. Разве благодаря нашему развитию внутреннего существа к более высоким стандартам, которые предлагает нам теософия, на самом деле материальные блага будут просто следовать. Будущее религии сделает нас более самоосознанными. И это не будет просто мертвая доктрина. Это будет живой, раскрытый, постоянно эволюционирующий процесс, который будет происходить в наших сердцах и умах. И таким образом, чтобы прийти к пониманию ее определения философии, необходима трансформация из любви к мудрости, к мудрости любви. Номер шесть. Где технически связывая абстрактные концепции, студенты должны пытаться использовать творческие способности воображения. Пример. Представление единства бесконечного пространства, бесконечного времени. Схема Блавацкая. Когда вы начинаете схему этой сентенции, что делать, если у вас нет подобной визуальной способности, способности к воображению? Я думаю, что это исследование будущего. Согласен. На этом пути. И когда мы меняем, когда мы делаем это, например, каждый год, что мы делали в других группах, что мы можем для создания связи? Согласен. И мы можем делать это друг с другом. Чего бы там ни было, мы вышли с этим, но мы думали, что это реально значительно. Было три теософических учения, возвращающих обратно душу в академическое учение философии. Что было реальным посланием для всех. Это верно. Это очень четкий сигнал. Спасибо вам за это. Некоторые из нынешних теорий Вселенной объясняют только 4% наблюдаемой материи в пространстве. А как быть с оставшимися 96-ю? Теософия может быть хорошей помощью в поиске верного направления в науке. Теософия может быть как GPS в темном лесу без видимых путей, показывающий и фактически демонстрирующий сознание в качестве корня всех явлений. Нарденская декларация, август 2015 года. Имея уважение к различным теософическим течениям, мы будем действовать как маяк света, несущего теософию. Представленную миру Блаватской, через гармоничное сотрудничество мы будем укреплять теософическое движение на благо человечества. В духе единства и братства мы стремимся сделать теософию живой силой в мире. Мы обязуемся через обучение, тренинги и кросс-обмен популяризовать и поддерживать учения живых для будущих поколений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова